Доброго времени суток, друзья! Это последняя сводка с фронта. И сейчас давайте мы в деталях по карте разберем все, что происходит на фронте прямо сию секунду. На Херсонском направлении фронта российская артиллерия ввела огонь по самому Херсону. Также под ее обстрелами оказались камышаны Антоновка и Береслав. А вооруженные силы Украины ответили на этом направлении ударом по Каховке. На Запорожском направлении фронта, на земле, боевые действия практически замерли. Сузился и участок обстрелов со стороны вооруженных сил Российской Федерации. Под ударами все-таки оказались Орехов, Новоданиловка, Чарьевная, Гулейполе, Малиновка и Полтавка. Снизилась интенсивность боевых действий на Донецком фронте. Российские войска на земле вели атакующие действия в районе Водянова. А артиллерия России работала по Новомихайловке, Победе, Западной части, Марьенке, Георгиевке, Красногоровке, Невельскому, Первомайскому, Северному Авдеевке и Нью-Йорку. Вооруженные силы Украины нанесли удары по Донецке и Горловке в ответ. К юго-западу от Бахмута частная военная компания «Вагнер» при поддержке артиллерии вновь ввела штурмовые действия в направлении Ивановского. Также оркестранты «Вагнера» атаковали на восточных окраинах самого города. У них есть небольшое продвижение. Артиллерия российская била по Притечину и Ступочкам, а чуть юго-западнее Красной горы била по Парасковеевке. Частная военная компания «Вагнер» атаковала сам укрепрайон вооруженных сил Украины с востока. Также была попытка продвинуться с севера со стороны Благодатного. А к северо-западу от Солидара музыканты «Вагнера» вели штурмовые действия у Васюковки. Вооруженные силы России в очередной раз атаковали спорное. И снова в этом не преуспели. Украинские войска там очень плотно стоят. На Луганском направлении фронта такая же участь постигла и наступательные действия у Белогоровки. Там российская армия не смогла прорваться и потеснить воссушников. А вот с северо-западней российские войска своими атаками со стороны недавно занятой Гибровы создают серьезные проблемы вооруженным силам Украины. Еще с севернее они пытаются продвинуться в районе Краснопоповки и со стороны Площенки. Цель российской стороны там отбросить ВСУ на этом участке за реку Жеребец. А еще с севернее идут плотные встречные бои в Новоселовском. Как видим, российская армия откровенно наступает по ряду направлений. Хотя возле Кременной украинские войска еще недавно наступали. Но теперь уже даже там российская армия перешла в контрнаступление, а ВСУ не могут продвинуться дальше. И даже отходят назад. Российские войска перешли в контрнаступление под Кременной. В этой части фронта украинские военные почти неделю штурмовали сразу с трех сторон. Небольшой выступ, который образовался, когда российские подразделения вклинились в территории под контрольно-вооруженным силам Украины. Однако российские силы отбили атаки в ВСУ. А сейчас умудрились даже отбросить ВСУ и перейти в откровенное наступление даже по этому направлению фронта. Военное руководство Украины ставило очень важные задачи взять под контроль Кременную. Украинская армия буквально несколько месяцев старалась прорваться на этом направлении. Российская армия ее сперва сдерживала, а теперь уже и сама перешла в атаку по данному направлению. И в целом тяжелое положение в ВСУ, оно объясняется потерей интереса западных стран к Украине. И в целом все это сопряжено с коррупцией. На Западе видят, что сколько бы ты ни давал в Украину, всякие Ермаки, Кирюша Тимошенко, их олигархи, Левочкины, Бени и все остальные, просто все это массово разворуют. Вся Украина сотрицается от коррупционных скандалов, самое главное скандалов в армии, разворования армии во время боевых действий, мародерство, возглавляемое Ермаком, Резниковым, лично Зелий и целой кучей коррупционеров внутри и вне страны. Поэтому, что самое страшное для Украины, в целом коллективный Запад охладевает к полностью пропитанной коррупцией олигархической украинской власти. Украине придется отчитаться за все, что ей поставляют США, сообщает газета Washington Post. По информации американских журналистов, высокопоставленные чиновники Пентагона и Госдепартамента только что завершили поездку на Украину, выступив там со своеобразным предупреждением относительно помощи Вашингтона. Утверждается, что Белый дом требует отчитываться за все, что дает, а также бороться с коррупцией. Республиканская партия Соединенных Штатов Америки, которая взяла под свой контроль Конгресс, начинает наезжать на коррупционные схемы демократов и их марионеток в военно-политическом руководстве Украины, а также на представителей британской агентуры в этой же Украине. И начинаются коррупционные скандалы, вся вот эта вот гнойники все эти выходят наружу, и поэтому власти зелени необходимо хоть кого-то наубирать, того же проворовавшегося Кирюшу Тимошенко, который попал на видео, аудио и фотофиксации детективам НАБУ, которые передали эти данные Соединенным Штатам Америки. Республиканцы хоть как-то весь этот нарыв прижимают, но нужно понимать, что еще до взятия под контроль ими Конгресса демократы успели проголосовать за бюджет, куда вставили огромное количество расходов на Украину в целом и военную инфраструктуру, то есть разворовывать они планируют деньги налогоплательщиков американских и уже включили это в бюджет. Поэтому как минимум год поддержка США всесторонняя будет продолжаться. Ну и пока демократы сильны, они все-таки отстояли за собой Сенат, нет полной победы республиканцев на вот этих вот промежуточных выборах, не случилось вот такого, можно сказать, республиканского переворота в Конгрессе и Сенате. В Сенате есть, но перевес довольно-таки незначительный. В Сенате там демократы оставили большинство, поэтому они дальше будут продвигать свои коррупционные схемы, которые крутят с марионеточным им военно-политическим руководством Украины по большей части, хотя часть там относится к британской агентуре, вот их сейчас больше всех и подчищают, причем сами же и помимо республиканцев и сами демократы их чистят, поскольку Бориса Джонсона нету, Риши Сунак эти схемы возглавить не успел, вот Байден хочет на них все лично наложить руку. Вот так и объясняются все эти коррупционные скандалы. Британскую агентуру отодвигают, Байден пытается поставить своих, и таких проворовавшихся, чтобы республиканцы за руку лишний раз не ухватили, и по ниточке на самого Байдена не вышли, что он стоит за всей этой коррупцией, самых таких проворовавшихся, чтобы обрезать ниточки, убирают. Но в самом США уже сейчас многие говорят, что поддержка Украины с такими темпами, с такими огромными объемами коррупции, она больше года не продлится. Давайте послушаем эту версию. На данный момент социологические опросы показывают, что число американцев, которые считают помощь Украине избыточной, растет. Западной решимости поддерживать Украину в противостоянии с Россией хватит до конца года. Так считает экс-министр обороны США Роберт Гейтс. А затем, по мнению бывшего главы Пентагона, давление на Киев с целью начать переговоры усилится. Кроме того, Украина не сможет захватить Крым ни сейчас, ни в ближайшее время, считают в Пентагоне. Четыре высокопоставленных чиновника ведомства сделали закрытый доклад перед Комитетом по обороне. Представив эти выводы, пишет газета «Политика». Украине по плану заложенного для перехода в наступление необходима тяжелая техника. И с этой тяжелой техникой уже вроде бы все пообещали, но американцы свои абрамсы как-то вроде бы и не собираются предоставлять. Нажали на Германию, выдавили из Шольца все-таки эти леопарды, при том, что все население Германии по большей части против этого. Ну, все равно все эти леопарды будут идти долго, обеспечить им техническое, скажем так, восстановление, если они сломаются. Все это очень сложно, тем более Россия выбивает эти ремонтные заводы один за другим. А технику ввозить туда-сюда, тем более сломанную, это очень сложно. И в целом у ВСУ очень тяжелое положение. А самое страшное, что идет тотальнейшая коррупция, и все это массово разворовывается. Поэтому западные страны, многие не хотят уже что-то давать. Ну, хорошо, передали эти танки, и то в мизерном абсолютно объеме. И этого для наступательных операций ВСУшникам не хватит. Ну, а самолеты, о них вообще не может идти речи. Сейчас уже большинство западных стран заявляет, что их никто не собирается передавать. Несмотря на все усилия и давление Вашингтона, европейские чиновники явно не готовы даже обсуждать всерьез с передачей Киеву истребителей F-16. Агентство Bloomberg утверждает, такие настроения сейчас и в Лондоне, и в Брюсселе. В настоящее время Бельгия даже не рассматривает этот вопрос. Во-первых, наши самолеты F-16 полностью задействованы в охране собственных территорий, территориях Бенелюкса. Но, честно говоря, мы даже не получили официального запроса на эти истребители. Только посты каких-то чиновников в социальных сетях. Истребителей Украина, судя по всему, в ближайшее время не получит. А в Киев сейчас зачастили евродипломаты, еврокомиссия. Для того, чтобы обсудить новые санкции против Российской Федерации, которые, конечно же, в первую очередь бьют по самой Европе. И делается это специально мировой олигархией, от кого и зависят эти евродипломаты и еврокомиссии. И этот Боррель, клоун этот, и Урсула фон дер Ляйн. Это напрямую люди, олигархов, глобалистов, которые работают против Европы, конкретно против национальной буржуазии европейских стран. И в целом против этих стран как таковых, превращая их в стопроцентную марионетку англосаксонских стран, их разведывательных органов и стоящих за спиной англосаксонских правительств, глобальных олигархов, барых, оружейная мафия, ВПК и мировой финансовый капитал. И с помощью этих санкций Европа и деиндустриализируется. В частности, Германия более всех. Без российского газа ее национальная промышленность будет просто уничтожена и перекочует либо в США и Великобританию, либо в какие-то вообще другие государства. Десятый пакет европейских санкций против России сегодня анонсировали прямо в Киеве. Ради этого туда поездом приехали более десятка брюссельских чиновников, включая главу Еврокомиссии Фон дер Ляйн и главного евродипломата Борреля. Все они в пятницу проведут саммит ЕС Украина. Пока же говорят о поддержке киевского режима и позируют перед телекамерами в деловых, но неярких костюмах. О негласном дресс-коде евроделегатов для встреч с представителями украинских властей сообщает западная СМИ. Брюссельским делегатам рекомендовали взять минимум вещей и категорически избегать свитера, особенно цвета хаки. Видимо, чтобы визуально контрастировать с Зеленским и его командой. Но одни клоуны империалистические встретились с другими клоунами. И все это в интересах оружейной и финансовой мировой олигархии. Все крайне просто. Кто-то стрижет купоны, кто-то обслуживает процессы для стрижки купонов, а кто-то идет на фронт и погибает в интересах этих барых. Промытый патриотической пропагандой, веруя в светлое будущее, за то, что он сражается за свою землю, а по факту он просто обслуживает схемы западного империализма и в целом мирового империализма, и мировых финансовых и оружейных олигархов. И сейчас в Украине безруким и безногим вручают повестки, слепым отправляют повестки. И я в следующих роликах покажу обязательно эти кадры. А в это время детки Ермаков, Кирюш Тимошенко, Зель, Порохов, Авокянов и всех остальных, они от всего этого освобождены. Они отдыхают на лазурных пляжах, они кайфуют, они ходят по ночным клубам, у них все прекрасно. И когда у простых украинцев отключается свет, у всяких Порошенок в Рошенах он прекрасно горит, потому что у них дорогущие генераторы, да их в принципе не отключают. Даже если убрать генераторы, их не отключают. Все это делается только за счет простого населения. Ракеты не прилетают в Кончезаспу, не прилетают в Козин, там где находятся домики всей этой олигархии, всех этих барых, чиновников военно-политического руководства высшего и их хозяев олигархов. Они просто зарабатывают. Кому-то война, а кому-то мать родная. И так оно всегда при капитализме и при империализме. Поэтому патриотизм при капитализме, это буквально преступление. И нужно понимать прекрасно, что вот те военные, которые идут в СУшники сражаться, вот сколько я таких историй уже слышал, это везде и всюду. Те, кто сражаются на ноле, по большей части даже не получают участника боевых действий. То есть какие-то мусора, СБУшники, прокуроришки едут, один-два дня фотографируются и получают уже участников боевых действий, вешают на себя звездочки, они уже герои и так далее. Все у них прекрасно, жизнь удалась. Простых парней там калечит, уничтожает, даже участника боевых действий не дают, вообще плюют в лицо. Более того, вот та зарплата в 100 тысяч гривен, которую получают военнослужащие, под любым предлогом им не выдают. Вот они на то собирают, на палатки, на вещмешки, на какую-то одежду. То есть командир всегда придумает схему, как выдавить у военнослужащих их зарплату. И так буквально во всем ВСУ. Оно везде. Так, вот просто везде. Такого, чтобы военнослужащий забрал зарплату и отправил ее домой или оставил себе, такого попросту не существует. Хотя в российской армии так есть. Получают зарплату, забирают домой, никто на нее не посягает, никто ее не отбирает. И самое главное, что гуманитарная помощь западных стран, она, ее бы на все хватило. Но ее всю разворовывают. И мало они разворовывают еще и зарплату военных. И все, на чем держится Украина, это вот на ВСУшниках, на простом народе, который за счет пропаганды, информационной политики, развязанной олигархом Левочкиным, через Мишу Подоляка, который контролирует всю телерадиовещательную сетку, и через СНБО Данилова, еще одну марионетку олигарха Левочкина. И вот людей, людям рассказывают, сражаться за свою землю вперед, а по факту в это время Ермак, Беня, Зеля, и вся вот эта шайка этих Кирюш-Тимошенок, она разворовывает прямо армию во время боевых действий. Поэтому от Украины уже отворачиваются страны коллективного запада. Уже даже французский министр обороны критически высказался в сторону Украины. Французский министр обороны и вовсе заявил, военная помощь Киеву стала похожа на рекламную кампанию. В декабре просили ПВО, в январе танки, в феврале истребители и подлодки. Каждый месяц новая тема. Но на самом деле Европа ничего не знает о реальном состоянии украинской армии. Ну почему же не знают? Уже весь мир прекрасно знает, что в Украине куча коррупционных скандалов, и лично Резников, Ермак, Кирюша Тимошенко, Зельцы, вся эта группа просто разворовывает бюджетное средство, разворовывает армию, запускает там коррупционные схемы. Уже есть фамилия, уже есть куча людей. Но это пока только маленькую вершинку айсберга. А что там внутри происходит? Там еще такие авгивые конюшни. Там коррупция, которая идет напрямую вот туда, к Борису Джонсону, к Байдену, в Туманный Альбион, в Вашингтон, на Капитолийский холл, вот туда. Вот там вот она реальная коррупция, и там реальные выгодополучатели, и реальные барыги. А если копнуть еще глубже, то они сидят на Уолл-стрит. Среди финансовой олигархии, и среди оружейных баронов, оружейных магнатов, оружейной всей этой омерзительной мафии. Но в Германии, прямо в Бундестаге, уже люди рубят откровенную правду. Немцев уже надоела диктатура англосаксонских стран, и мирового финансово-оружейного капитала, который уничтожает немецкую национальную буржуазию, немецкую государственность, и превращает Германию в полную марионетку англосаксонских стран и мировой олигархии. В Германии депутаты правящей партии начали раскачивать лодку. С трибуны Бундестага заявили, страна вернулась в Средневековье и буквально стала вассалом США. Американский закон о снижении инфляции переманивает все международные компании прочь из Европы, в то время как мы платим за американские СПГ баснословные суммы. Но нам нечем ответить, потому что мы уже в пух и прах разругались с нашим главным поставщиком газа России. Мы отправляем оружие их противнику, мы тренируем здесь украинских солдат. Теперь мы в полной зависимости от Соединенных Штатов. А наше правительство просит населения не думать и довериться кабинету канцлера. Они уже принудительно сделали нас американскими подчиненными. И у нас даже нет выбора. Ну почему? Выбор у вас немцев был. Но вы же абсолютно осознанно, конечно же, под влиянием СМИ, транснациональной олигархии и британо-американских спецслужб, которые промывали мозги вашему населению, вы пошли, проголосовали за всю эту зеленую банду прямых ставленников, и марионеток глобалистов в вашей стране. Конечно, они будут продвигать свою политику. Конечно, марионетка англосаксонских стран и транснационального капитала Шольц, предатель Германии, он будет вести антинемецкую политику, направленную против национальной буржуазии, против промышленников немецких, да и против всего немецкого государства, буквально ставя его на колени перед англосаксонскими странами и в целом его хозяевами-олигархами. Ничего здесь удивительного нет. Соединенные Штаты Америки обсуждают уже новый пакет помощи Украине, и, конечно же, большинство этого распилит сама демократическая группа Байденюка, этого главного мирового коррупционера. Остальное, по большей части, разворуют группа Ермака, Резникова, Зели, которые поделятся спецслужбами, западных стран их коррумпируют, ну, рука руку моет, а Байденюк все это прикроет. Пока он у власти, пока республиканцы его не убрали, вот такая коррупция тотально будет продолжаться. И самое главное, что эти новые и новые пакеты военной помощи приводят к еще большей эскалации между коллективным Западом и Российской Федерацией. В США же тем временем планируют объявить о новом военном пакете. Wall Street Journal утверждает, что официально новость озвучат уже завтра. Планируют впервые передать ракеты с системой управления и наведения, способные бить на 150 километров. Впрочем, эффективность такого решения вызывает сомнения даже у американских экспертов. Мы напрямую поставляем оружие на десятки миллиардов долларов с целью убивать как можно больше русских военных. Но в экономическом плане все эти санкции, которых было уже 10 пакетов, показывают однозначную позицию и Евросоюза, и США. Мы в проигрыше. А причина в том, что мир, к сожалению, все еще нуждается в том, что производит Россия. Да, но мировой олигархии абсолютно наплевать на отдельно взятые государства и в особенности на население этих государств. Что им там надо, что им не надо. У олигархии есть свои планы и свои задачи. Это удержать мировую долларовую систему, удержать брейтенвудскую вот эту систему, чтобы барыги, которые печатают доллар в своих банках Федеральной резервной системы, могли и дальше контролировать всю планету, коррумпировать ее, скупать все СМИ, контролировать все транснациональные корпорации, выдавать кредиты, весь мир на проценты ставить. Им же весь мир буквально должен. Каким-то барыгам, которые сами себе придумали и навязали всему миру власть своего доллара. Вместе с ними прекрасно себя чувствует оружейная мафия, ее марионетка Байденюк, ее лоббист до такой степени ее накачала и дала возможности зарабатывать. Это и блок Аукус против Тайваня, Япония, Австралия, другие государства, Южная Корея, которые они объединяют против Китая. Это и европейская коалиция против России. И везде продается оружие, массово. Продаются зеленые технологии, выступая против российских ресурсов, рассказывая сказочки о глобальном потеплении, о всяких там глобальных проблемах. На самом деле просто барыги, производящие новые вот эти технологии, зеленую всю эту ерунду, они просто-напросто на этом тупо пилят деньги. И все это продвигают только для того, чтобы эти технологии продать и развести отдельно взятое государство на их бюджеты, на покупку всех этих технологий, которые сейчас абсолютно не работают. И одни из самых больших марионеток и лоббистов воли транснациональной финансовой и оружейной олигархии являются НАТО. Их лидер Йен Столтенберг полностью находится под контролем. Это шестерка олигархов и оружейной мафии. И все, что он делает, это продвигает, как может, военную повестку, рассказывает, что необходимо накачивать Тайвань, Украину оружием, другие какие-то зоны потенциальных конфликтов. Конечно же, лоббируя при этом интересы своих хозяев, оружейных олигархов. Ну, все это он прикрывает красивыми словесами. А по факту просто лоббирует интересы крупной буржуазии. Генсек Североатлантического альянса в своем интервью для японских СМИ по ситуации в азиатском регионе вновь заявил, надо наращивать поставки оружия на Украину. Именно благодаря оружию появится возможность мирно урегулировать конфликт, заверяют в НАТО. Но старый свет от этих речей устал. Уже не первый месяц слушают и отправляют. Только, на удивление, к миру все не пришли. Я считаю неправильным поставлять сейчас истребители. Сейчас или в принципе? В принципе неправильном. Многие государства, даже находящиеся по большей части под контролем мировой олигархии и англосаксонских авангарда стран золотого миллиарда, они все равно как-то брыкаются и стараются саботировать волю своих олигархических хозяев и их империалистических лоббистов. Но их где-то ломают через колено, где-то принуждают, где-то заставляют, где-то напрямую угрозами, подкупом, шантажом, где-то как-то более красиво, выделяя какую-то помощь, грантовую. Люди контролируют весь мировой капитал. Конечно, у них есть рычаги для того, чтобы на кого-то надавить. Они контролируют передовые государства с их армиями, бюджетами, админресурсами. Они могут очень многое на самом деле. И все это стараются продвигать. В Европе, да и много где, на самом деле, многие саботируют откровенно волю политиков-империалистов и их хозяев-олигархов. Но олигархи все равно, мировой финансовый капитал, оружейное, все это барыжье, они все равно дают втыкона своим марионеткам-империалистам по типу Байдена, по типу Шольца, Макрона. И те все равно вынуждены пытаются хоть как-то выходить из ситуации и хотя бы для видимости, чтобы отчитаться перед своими олигархическими хозяевами, что-то доделают. Ну и плюс во всем этом ищут коррупционные схемы. И всякие Байдены, как и Йозефы, так и их сыночки Хантеры находят кучу коррупционных схем для того, чтобы обогатиться и сорвать с этого коррупционный куш. Премьер Риши Сунак уточнил, что не планирует даже отправки боеприпасов в ближайшее время. А в Минобороны Испании временно исключили возможность поставок танков «Леопард». У США же остается запасной ход – попытаться вывести резервные запасы из Южной Кореи и Израиля. Эту политику уже раскритиковали из Анкары. Президент Турции Раджеп Эрдоган заявил, подобные поставки выгодны только американским оружейным баронам. Тем временем в ООН подсчитали, что пока Запад накачивает киевский режим военной техникой, число украинских беженцев в Европе превысило рекордные 8 миллионов. Да ну они просто издеваются над Украиной и украинцами. Я же говорю, пока простые люди, прокачанные патриотизмом, погибают на фронте, то все вот это военно-политическое руководство, вся олигархия жирует и кайфует. Для них законы не писаны. Но ничего, самое главное, что оружейной и финансовой олигархии выгодно. Их марионеткам в лице политиков-империалистов по типу Байденюка и прочим. Это выгодно, военно-политическому руководству самой Украины выгодно. Их счета в британских банках очень сильно растут. Они стали сами олигархами. И Ермак, и Зелия, и Кирюша, и Тимошенко. Они заработали миллионы и миллиарды долларов. Их гладят по головке, они херои. А вот простым украинцам, конечно же, не везет. Их буквально используют как разменную монету. И очень больно. И самое главное, вы знаете, даже не ценят их. Их же просто, вот мой украинский народ, его просто, его еще и во время боевых действий, отправив чужих геополитических финансовых интересов сражаться, его еще и грабят, причем грабят армию во время войны. Это просто немыслимо. За такое, в принципе, грозит высшая мера наказания. Но разве они сами себя осудят? Разве они сами себя осудят, эти Ермаки, Зелия и прочая? Это мафия, варья, вся эта гадость. Ну и еще одна новость пришла. В России приговорили к тюремному заключению Александра Невзорова. Суд в Москве заочно приговорил Александра Невзорова к 8 годам колонии общего режима. Журналиста признали виновным в распространении дезинформации о российской армии. Следствие считает Невзорова скрывшимся от правосудия. Срок наказания будет исчисляться с момента его задержания на территории России, либо экстрадиции в страну. Ну на сегодня все, друзья. Обязательно нажимайте палец вверх, подписывайтесь на канал, а также нажимайте колокольчик и вкладочку «Все», чтобы все оповещения с моего канала к вам приходили. До новых встреч, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok